Александр Томонников. Мадьярский рикошет. Глава первая. ФРГ, Бавария, город Атаванг, в 65 километрах от Мюнхена. В холл отеля Хольф вошли двое представительных мужчин. Подошли к стойке администратора. За ней сидела миловидная женщина, блондинка. На карточке униформы были указаны ее должность, имя и фамилия. Берта Шафер, администратор отеля. Добрый день, господа. Улыбаясь, поприветствовала она мужчин. Добрый. Не знаю, как правильно вас назвать. Фрау или Фройлейн? Фройлейн. Добрый день, Фройлейн Шафер. За нами забронирован номер 206. Минуту. Она пролистала журнал. Герр Майер и Герр Краузер? Точно так, Фройлейн. Пожалуйста, ваши документы. Мужчины положили на стойку паспорта. Сверив данные, администратор повернулась к партии отеля. Ганс, проводи господ до апартаментов. Покажи все. Партия поднялся, подошел к стойке. Это лишнее, сказал Майер. В вашем отеле трудно заблудиться. Хорошо. Женщина вернула паспорта. В номере полный порядок. Не сомневаюсь. Партия поинтересовался. У вас есть багаж? Майер кивнул. Да, в опеле. Рядом со входом. Потрудитесь доставить его в номер? Да, Герр Майер. Партия взглянул на парня, скромно сидевшего в дальнем углу холла. Тот моментально оказался рядом. Слушаю, Герр Диннер. У входа стоит опель. Там багаж наших новых клиентов. Доставь его в номер 206. Парень бросил быстрый взгляд на прибывших. Дело в том, что номер 206 редко использовался. Апартаменты стоили слишком дорого, и там обычно силились богатые люди. Извините, номер автомобиля, спросил он. Майер ответил. На выходе одна единственная машина. Не ошибешься. Да, господин. Парень метнулся на улицу. Майер взглянул на партия. Прошу подать в номер кофе, а в 19.00 доставить ужин на четыре персоны. Но вам необходимо сделать заказ. Возьмите меню ресторана и принесите в номер. Я выберу блюдо. Партия Ганс Диннер немного смутился. Так с ним обычно не разговаривали. Прибывшие мужчины явно привыкли командовать. В их осанке была заметна военная выправка. Судя по возрасту, оба прошли войну. И не рядовыми солдатами. И, скорее всего, не в войсках. Это не моя обязанность, но я принесу. Хорошо. Носильщик занес небольшой чемодан. Водитель сказал это все. Майер кивнул. Он правильно сказал. Несите в номер. Майер и Краузе пошли к лестнице. За ними тащил чемодан носильщик Райнер. Проводив взглядом гостей, Диннер оперся о стойку. Кто это такие, Верта? Спросил он администратора. По документам, Диттер Майер и Пауль Краузе. Номер был заказан? Да. А что? Ничего особенного. Даю голову на отсечение, что эти господа в прошлом служили либо в СС, либо в СД. Вопрос, что им надо в нашем городишке? Тебя это так волнует, Ганс? Ты забыла, что я два года провел в концлагере? Этих типов, он указал на пустую лестницу, на дух не переношу. Думаю, ты ошибаешься, Ганс. Типы ССС и СД давно получили свое. А эти скорее бизнесмены, возможно, и служившие в вермахте. Бизнесмены? Нет, Берта. Впрочем, это нас не касается. Дай мне, пожалуйста, телефон. Администратор поставил аппарат на стойку. Динер набрал короткий номер. Вилли? Динер. Пришли официантам номер 206 принять заказ на ужин. Да, номер 206, апартаменты, на четверых. Жду, я в холле. Он положил трубку, вернул телефон Фройлен Шафер. Господа заказали ужин на четверых. Значит, они ждут кого-то? Берта вздохнула. И до чего же ты любопытный, Ганс? Женщины? О, майн-год, нет, Ганс, не женщины, мужчины. Вернулся носильщик. Все сделал, Герр Динер. Хорошо, чаевые дали? Дали. Отдыхай. Носильщик занял свое место в углу холла. Подошел официант. Обратился к Шафер. Заказ следует принять в номере 206, я не ошибся? Нет, ты не ошибаешься, улыбнулась администратор. По телефону не могли оформить, ведь в апартаментах есть телефон. Женщина пожала плечами. У каждого свои причуды. Официант поправил жилетку, пошел на второй этаж. Администратор попросила Динера. Ганс, ты не подменишь меня на пять минут? Портье улыбнулся. Конечно, Берта. Шафер ушла в туалет. Портье присел на ее место, открыл журнал. Нашел нужную страницу, внимательно посмотрел. Вернулась Шафер. Благодарю, Ганс. Не за что, я выйду покурить. Портье направился к массивным дверям. На улице к нему подошел мужчина. Динер быстро проговорил. Дитер Майер, Пауль Краузе, скорее всего из разведки. Апартаменты сняли на сутки. Ожидают приезда американских бизнесменов, Джеймса Коллмана и его помощницы Натали Грин. Документы могут быть фальшивыми, поэтому надо сделать фото. Мужчина спросил. Мы узнаем, о чем они будут говорить? Нет. К сожалению, я не смог установить жучки в апартаментах. Горничная заявилась, была слишком рискована. Поэтому фиксируем сам факт встречи и передаем информацию Клаусу в виде фото. Я все понял. Когда должны подъехать американцы? Дитер Майер сейчас заказывает ужин на четверых, а ужин у нас в 19.00. Хотя в номер его могут подать и позже. Значит, до 19.00 американцы должны подъехать. Хорошо, я на квартире, смотрю за отелем. Мужчина перешел улицу и скрылся в арке двора. Динер вернулся в холл. Шафер сказала. Господин Майер звонил. Да, удивился партия. Чего еще ему нужно? Он выразил недовольство тем, что заказ принял не ты, а официант. Ну уж, это не его дело, кому и чем заниматься в отеле. Плевать я хотел на его претензии. Напрасно. Звонил еще и управляющий. Геркальбер? Собственной персоной. Догадываешься, что он спросил? Динер посмотрел на администратора. Ты хочешь сказать, он интересовался гостями? Именно. Спросил, приехали ли, как бы их приняли, не было ли замечаний с их стороны. Это непростые гости, Ганс. И все равно плевать. Он сел в кресло у журнального столика, взял в руки газету, начал читать. В номере Краузе поставил чемодан с заплатяной шкаф в одну из двух спаррин. Вышел в гостиную. Майер курил в кресле сигарету, встряхивая пепел в хрустальную пепельницу. Указал на кресло напротив. Присаживайся, Пауль. Закуривай. Я стараюсь курить реже, хочу бросить. Так не бросают. Либо сразу выбросил пачку и больше не касаешься сигарет, либо... куришь. Знаю, но так вот сразу не могу. Официант принес кофе и предупредил. Ужин подал в 19.30. Майер покачал головой. Не в 19.30, а по вызову. Я позвоню в ресторан. Кому мне там обратиться? К Вилли Штразе. Это бармен. Хорошо. Через 10 минут заберите чашки. С вашего позволения это сделает горничная. Мне все равно. Официант удалился. Мужчины принялись пить кофе. Краузе отставил чашку. Вообще-то я бы сейчас предпочел пару рюмок шнапса. О спиртном пока забудь. Решим вопрос с союзниками. Посидим в ресторане в Мюнхене. Если будет возможность. Да, ты прав. Если будет возможность. Как думаешь, Дитер, мы останемся ночевать здесь? Не знаю. А что? Хочешь на ночь пригласить девочек? Хочу душ принять и выспаться. Но это ты сможешь сделать и не в отеле. Насчет твоего вопроса не знаю. Все будет зависеть от американцев. Ты предупредил в лагере, что может быть инспекция? Краузе кивнул. Да, особо предупредил командира группы Фаркас. Но и остальных тоже. В лагере поддерживается порядок? Образцовый. Хорошо. Майор Федеральной разведывательной службы ФРГ БНД посмотрел на часы. Коулман уже должен подъехать. В это время у отеля остановился непривет на Майвида Форд, из которого вышли мужчина лет 50 и женщина около 30. У мужчины в руках портфель. Они зашли в отель и не заметили, как из окна дома напротив их сфотографировали. «Добрый день, господа», — поздоровалась с посетителями Шафер. «Желаете снять номер?» Мужчина поморщился. «Мы желаем пройти в апартаменты номер 206». «Так это вас ожидают Гер Майер и Гер Краузе». Мужчина и женщина переглянулись. «Это они вам сказали, что ждут гостей?» «Они заказали ужин на четверых. Значит, кого-то ждут. Вы же пожелали пройти в апартаменты, которые сняли эти господа. Но...» «Извините, я должна записать ваши данные. Прошу паспорта». Мужчина сказал. «Мы не снимаем номер. Мы всего лишь хотим зайти к тем, кто это уже сделал. Зачем паспорта?» Подошел Диндер. «Извините, я сейчас все объясню. Если бы вы не были мужчиной и женщиной, то вас бы пропустили беспрепятственно. В противном случае регистрация обязательна. Это требование полиции. Надеюсь, не надо объяснять, с чем оно связано». Мужчина рассмеялся. «Вы посчитали, что моя спутница проститутка?» «Нет. Но правило есть правило. Фройленд Шафер не совсем удобно это объяснять, поэтому в разговор вступил я. Извините еще раз». «Окей», — продолжил смеяться мужчина. «Регистрация значит регистрация». Он повернулся к спутнице. «Натали, достань паспорт». Документы легли на стойку. «О, вы граждане США?» «Это имеет значение?» спросил мужчина. «Нет-нет, извините. Господин Джеймс Колман и госпожа Натали Грин. Минутку». Администратор сделала запись в журнале и вернула документы. Порте сказал. «Я провожу вас». «Не стоит беспокоиться. Ваша гостиница не отель Нью-Йорка, где можно заблудиться». Он забрал паспорта и кивнул спутницы. «Идем, Натали». Как только американцы скрылись, Шафер проговорила. «По-моему, не стоило их регистрировать». «Почему?» — спросил Динер. «Не знаю. Интуиция подсказывает. Ты сделала, как положено». «Кто знает Ганс, как положено в случае с американцами? Ведь они теперь, по сути, хозяева в нашей стране. Здесь они, англичане и французы. На востоке русские. Что поделать, если нацисты привели Германию к позору? Проигравший всегда платит по счетам, которые выставляет победитель. Но когда это закончится? Не скоро, Берта». Американцы без стука вошли в апартаменты. Майер и Краузе поднялись навстречу. «Добрый вечер. Вы пунктуальны, господин Кольман». «Привет, Дитер. Другого места для встречи ты найти не мог?» Майер удивился. «А чем плохо отель?» «Тем», — повысил голос сотрудник управления тайных операций ЦРУ, «что нам с мисс Грин пришлось предъявлять паспорта граждан США. Кстати, познакомьтесь, моя помощница, второй лейтенант Натали Грин. Итак, нам пришлось предъявлять паспорта США. Как думаешь, майор, это не станет предметом обсуждения среди персонала?» «Не беспокойтесь, я решу данный вопрос. Одно непонятно. В ЦРУ, насколько мне известно, нет воинских званий?» «Официально нет. Но большинство сотрудников уже имело их до прихода на службу. Это так важно?» «Нет». Майор указал на напарника. «Это мистер Пауль Краузе». И подошел к тумбе с телефоном. «Официально нет.